всем привет сегодня у нас 25 декабря католическое рождество праздник всех поздравляю с тем праздником для тех кому он актуален кто празднует особенно у нас сегодня эфир посвящен декабрьской вопрос ответ сессии вопросы которые вы мне прислали в директ я сегодня собираюсь освещать и есть возможность также задать вопрос тем людям которые находятся онлайн все вопросы у меня записаны и сейчас будем начинать перед тем как будем начинать вкратце скажу немножко таких может быть интересных новостей что ли у меня есть одна новость интересная я начал работу над изготовлением собственной колоды метафорических карт кто знает что это такое тем понятно что это тем кто не знает это такие специальные карты которые используют психологи некоторые в своей работе и эти карты дают возможность работать с запросом клиента и они с разными картинками если кто-то знает игру диксит то вот как раз в игре диксит очень похожие карты они все с разными изображениями и каждое из этих изображений дает возможность немножко продвинуться и что-то понять про себя и про свой запрос вот и это колода метафорических карт у меня будет в графическом стиле черно-белая и я уже приступил к ее работе это очень долгий проект это надолго потому что там должно быть порядка ну где-то вот 50 до 100 карт и это очень интересная и творческая работа и я люблю всякие такие большие проекты интересные поэтому мне вот хочется с вами поделиться такой новостью начал работу над не знаю когда закончу я думаю что может даже в конце весны вот потому что это долгий проект ну все равно интересно работать над ним интересно итак переходим к вопросам и первый вопрос у меня поступил вот такой ребенку 4 года он с большим трудом делится игрушками как ему помочь ребенку 4 года с большим трудом делится как им помочь дело в том что когда на ребенку 4 года и он с трудом делится игрушками это может быть конечно же по ряду причин и по совокупности причин или по одной причине мы с вами знать не можем хотелось бы с вами сейчас поделиться такой информации которая вам поможет что называется к этому правильно отнестись значит во первых не совсем понятно почему делиться игрушками нужно с другими детьми то есть что что здесь что вот на этом этапе это желание родителя это желание как-то привести его какому-то общему знаменателю касательно своего опыта или это какая-то родительская детская установка что все должны делиться делиться это правильно делиться это хорошо в этом месте конечно не очень понятно почему вообще возникает такой вопрос если двигаться дальше то стоит предположить что видимо это какая-то острая история вот а может быть на фоне того что ребенок не мог поделиться игрушками либо не хотел возникло какое-то возможно для мамы или для папы ну вопрос задает мама для мамы возникло какое-то неудобное так сказать положение при котором она почувствовала себя как-то неуютно неловко когда ребенок игрушками не поделился и в связи с этим наверное ей хотелось бы как-то сделать так чтобы ребенок мог делиться ну во первых действительно ребенок может не хотеть делиться по той причине что ему важна игрушка и он взял ее в руки первый раз он ее хочет поизучать он ее хочет потестировать что называется и абсолютно не готов просто так ее взять и отдать это раз второе если рядом находится взрослый то конечно сдача взрослого рядом находящегося показать что тестирование новой игрушки выяснение ее возможностей функции так сказать может происходить в команде и тогда второй человек который присутствует до другой ребенок может предложить какие-то интересные варианты пробы и тестирование этой игрушки вариант эти можно предлагать по очереди и это интересно взрослые в свою очередь должен конечно же одобрять действия и своего ребенка и того второго возможно предлагать что-то свое и таким образом мы демонстрируем ребенку интересную историю связанную с тем что ты взял новую игрушку тебе хочется конечно же самому но ты впустил другого и превратил это сам эту совместную работу с другим в интересную и качественную и это действительно стало как-то по-другому и стала как-то ценно вот если это родитель готов показать который находится рядом и если он задумался что да у моего ребенка есть такая проблема он не делится игрушками и у меня или у него у ребенка из этого проблемы то можно попробовать его обучить такому так сказать положению естественно сам родитель тоже должен демонстрировать щедрость и способность делиться это конечно тоже важно то есть есть такая проблема есть есть стоит заняться вот примерно таким вот образом и дальше когда вы начнете им заниматься возможно вы заметите что у вас тоже есть какая-то интересная история о которой я сейчас не сказал которая возникла по пути этому который я вам предложил в том виде в котором я вам предложил и вам даже захочется этим поделиться с другими что вот я начал с того что мне посоветовали а потом выяснил и вот это вот это и вот это это очень интересно поэтому я бы вам рекомендовал попробовать и ну вот начать именно так как 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 я примерно сказал вот потому что просто так вот просто ребенок вот он родился и вот он там просто начал делиться ну должна быть какая-то причина мы же тоже с вами взрослые люди не делаем все просто так ребенок еще не очень понимает что такое что эгоизм это плохо например да он наоборот считает что это хорошо а некоторые взрослые наоборот страдают тем что эгоизм это хорошо жаль я не могу его проявлять и часто чего-то лишаюсь потому что считаю что кому-то нужнее поэтому всегда как обычно мы возвращаемся к тому что нужна золотая середина и как раз золотая середина здесь вот в этом и заключается с одной стороны мы хотим обучить ребенка чтобы он оказался получал радость от взаимодействия с другим когда он что-то новое взял да или что-то он чем-то он занимается с другой стороны мы с вами должны понимать что мы не должны перегнуть палку то есть мы можем по родительски надавить на ребенка сказать ему ах ты зараза такая делись я тебе сказал делись я тебя говорю быстро делись вот надо делиться все делятся и ты делись если мы так сделаем и на ребенка начнем вот так вот давить вот так его будем прессинговать то конечно он может в какой-то момент сломиться под нашей под нашим напором и он начнет делиться и мы добьемся своей цели но другой вопрос какой ценой ценой того что мы сломали собственного ребенка на зачем это и кому нужно и мы конечно же в этот момент поставили очень некрасивый так сказать ну маркер такой ребенку поставили до что если кто-то взрослый если кто-то старше тебя захочет на тебя так сказать надавить и начнет давить то мы тебя ну скажем так с детства до обучили тому чтобы ты прогибался в этот момент а не пытался отстоять свое поэтому есть и положительная сторона в том что ребенок не хочет делиться я вот так много об этом говорю потому что это явление есть много сторон и я попытался ну те которые вот сейчас вот на поверхности для меня лежат вам сказать надеюсь вам это поможет чтобы поразмышлять и конечно же сделать свои выводы и конечно же сделать все что я вам насоветовал именно так как доступно это вам а не прямо слово в слово так как сказал я и так следующий кто подключился только что напоминаю у нас декабрьская от вопрос ответ сессия с психологом то есть со мной с денисом шаповалом моя специализация детско-родительские семейные отношения вот именно по этой причине вы слышите то что слышите сейчас итак но второй вопрос такой интересные занятия для папы и сына попросили меня в декабрьской вопрос ответ сессии прокомментировать и чего-то рассказать а после того как я выложил stories на выходных на прошлых был в своем любимом месте я упрямо называю место силы а в харьковской области это место гостинично-развлекательный комплекс карнавал я прям его рекламирую на каждом углу с радостью и мне за это никто ничего не платит никто меня не просят об этой рекламе это просто искренняя радость от пребывания в этом месте уверен что у каждого есть такое ну вот у меня это вот наше такое место 60 километров от моего дома это находится место и мне очень нравится там бывать и я иногда там бываю с сыном значит интересные занятия с сыном это я в общем понимаю почему такой вопрос прозвучал у меня буквально вот недавно были на консультации люди которые попросили меня семейная пара а это очень здорово когда на консультации семейная пара еще и касательно ребенка потому что они вдвоем слышат то что я говорю им не надо потом другом друг другу что-то рассказывать что конечно признаюсь ко мне чаще всего на консультацию попадают женщины и попадают они сами мужа либо не затянешь либо он считает что никаких проблем нет поэтому он не приходит отдельно мужчины это редкость женщины это большинство а тут пришла семейная пара и вот я и вот попросил папа как раз вот набросать разные варианты активного взаимодействия с ребенком у которого мы выяснили что похоже язык любви прикосновения то есть этот ребенок которому родительская любовь заходит через прикосновения через разные тисканья через разные вот вот такие вот вещи телесные так сказать и получается что просьба была а набросать мне варианты этого телесного взаимодействия сколько их может быть и какие они именно могут быть потому что с фантазией ну как-то трудновато со своей это все попридумывать то есть анализ ситуации с ребенком привел к тому что да совершенно стало понятно что да это нужно телесное нужно и побольше да и ребенку это важно а вот только вот что именно и вот когда я этот вопрос получил я собственно вспомнил ту семейную пару и удивился потому что ну действительно нужен бы ну по-хорошему да какой-то список и я что сделал ну я вас тоже кстати к этому призываю и многие так именно находят и меня в том числе да ну конечно загуглить загуглить и я загуглил думаю вот интересно что предложит мне интернет на тему того что же можно делать с сыном какие виды активности может какие-то списки потому что бывают правда интересные списки такие вот попадаются причем на достаточно скажем так ну не специализированных сайтах да то есть например есть такой сайт вы все узнаете admi вот admi нельзя сказать что это психологический сайт нет это не психологический сайт это просто сайт где собирается интересный материал абсолютно на разные темы и там была прекрасная статья чтобы я о чем стоит 50 вещей о которых стоит поговорить с ребенком вот по моему так она называлась и было что-то подобное по поводу отцов я посмотрел этот список что он предлагает и сделал следующий вывод да эти списки нужны и полезны и я вас призываю если у вас вот такая вот возникает скажем так проблема с фантазией не стесняйтесь подглядывать в подобные списки это правда полезно я смотрел с критической точки зрения на эти списки и правда увидел там много полезного я скажем так человек подготовлены и увидел да и вам рекомендую касательно своего сына чтобы я советовал ну во первых я недавно буквально год назад где-то задумался где бы мне отразить то что со мной происходило в детстве у нас детстве меня интересный был период такой когда я понимаю что если я это отображу то это будет интересно потому что сейчас такое вряд ли возможно по каким-то причинам по разным ну кое-что из этого вряд ли возможно вот и поэтому если у папы немножко скажем так ну проблема взаимодействия со своим сыном он не может так сказать придумать что-то такое интересное что можно было бы сделать то я предлагаю начать прежде всего такому папе прежде всего со своего детства если этот вопрос задала мне мама в директ написала нет это была по реакции на stories но неважно чем мама написала я даже предлагаю маме что называется если доверительные отношения такого уровня существует между супругами а взять немножко интервью у своего мужа на предмет того а ну-ка скажи мне пожалуйста 5 ярких моментов своего детства вот таких которых ты прям запомнил вот что было ярко в том давай 5 ты можешь больше пяти хорошо давай 10 а теперь вопрос как ты можешь вот это повторить со своим сыном и интересно проверить а будет ли это ярким для него почему мне идея такая пришла в голову почему я считаю это важным потому что совсем недавно вот в эти выходные когда я stories опубликовал и этот вопрос получил как раз был такой момент который я не смог так сказать запрограммировать мы с сыном приехали в этот наш любимый карнавал пошли гулять я его хотел повезти на лед там где рыбаки ловят рыбу я уже понимал что лед достаточно крепкий и рыбаки судя по тому какие там были я уже понимал что это безопасно из мы подошли к лунке которая была немножко знаете от лунка сделал рыбак и потом она немножко уже обмерзла но воду до воды в принципе можно добраться я достал нож ножом расковырял этот лед и засунул руку в лунку и проверил так сказать толщину льда по которому мы ходим после этого конечно это захотелось сделать сыну и он тоже засунул туда руку проверил толщину льда и оказалось что вот это для него было одним из самых ярких событий нашей поездки хотя на мой взгляд были вещи и поярче скажем так ему это очень запомнилось и оказалось что вы оказалось во первых что он первый раз на льду да я папа своего сына и я как-то не зафиксировал что это у него бывало это очень интересно ну вот вышел на лед с папой засунул руку в лунку и убедился проверил и понял толщину льда на реке ну это там заток а там нет течения ну это вообще интересно то есть я организовал ребенку такое событие как будто бы случайно я не планировал это планировал я другое я планировал поход заброшенный лагерь и в коропово городище там есть такие местечки интересные вот в по лесу там можно зайца или лесу встретить вот это я планировал но это тоже мы сделали это тоже понравилось поэтому конечно папа с сыном нам от как в моем видении папа с сыном и активности это прежде всего совместные походы в которых можно применить ну какие-то вещи которые вы можете подсмотреть у блогеров которые занимаются какими-то такими штуками похожими там на выживание обзоры туристического снаряжения вот почему почему мне это нравится ну не не только потому что я не прочь там пожить иногда в палатке не только поэтому потому что когда мы с ребенком погружаемся вот в природу когда мы берем например ребенка с собой на рыбалку не воюж там и рыбаки а потому что мы как бы так организовали чтобы ему это показать да а когда мы какие-то планируем походики когда мы там живем в палатке например да мы очень-очень хорошо отрываемся от цивилизации от гаджетов и И погружаемся в множество разговоров. То есть сама среда, она способствует большему общению. Она способствует тем разговорам, которые не возникнут на бегу дома. Когда мы там ведем на один кружок, потом на второй, школа, работа, вот это все. А на выходные мы поехали, например, на каток кататься. Это здорово. Мы катаемся на коньках с сыном. Но вот там у нас есть что-то наподобие во всяких этих походиках и околопоходных делах. Есть что-то наподобие такой, знаете, парной медитации. Когда папа с сыном идут, что-то замечают, чего-то находят, где-то разжигают костер. И происходит такая, знаете, вертикальная передача ценностей. Папа учит, как сделать то, как сделать то. И мне кажется, что папа, который встанет на этот путь каким-то боком, его это тоже захлестнет. Потому что я тоже посматриваю иногда некоторые обзоры новинок туристического снаряжения. Что-то из этого там приобретаю. Что-то мне не очень нравится, что оно такое новое появилось. Но и ребенку это интересно. В прошлом году, помню, один из ярких моментов. Купил вот эти вот спиртовки военные. Такие маленькие, на которых там сухой спирт кладешь. И разогревать небольшое количество еды. Либо закипятить небольшое количество воды для чего-то там. И я купил их две. И одну сыну, одну себе. Мы пошли их в лес тестировать. Это было просто очень здорово. Это было приключение. Мы поехали на великах. Приехали к колоссу. Набрали воды. Скипятили себе чай. Ну, то есть, вообще супер. Вот я за вот такие взаимодействия. Потому что они... Вот это вот, знаете, вроде кажется, да? Но это однобоко, да, как-то. Походики вот эти вот все, да? Это однобоко. Нет, там расширение есть очень классное. На тему того, что можно по-разному проводить время. Мы там с сыном иногда ножи для метания берем с собой в лес. Находим какой-то старый пень. Или поваленное дерево. Из него делаем мишень. То есть, кидаем. Ну, это... Я там учу его. То есть, это очень здорово, что есть вот такой вот... Я бы начал бы на этом строить бы, да? Опять же, таки, я вот опираюсь на тех же блогеров, которые вот делают вещи своими руками. Да, всякие поделки с дерева, там, что-то для дома. Какие-то лайфхаки из чего-то там, каких-то старых там вещей. Вот эти вот идеи тоже, опять же, вот подсматривать. Я недавно обнаружил, что, например, мой сын не очень сильно знаком, как вот с техникой изготовления бумажного самолета. Ну, то есть, мы же в детстве это все делали и вообще-то в школе запускали. А он у меня в шестом классе. Казалось бы, вот как-то прошло мимо него. Опять же, то есть, я на тему того, чтобы подсматривать у тех блогеров, которые, что называется, прокачивают вот эту вот мужскую тему. Ну, а там уже как кому зайдет. Я про рыбалку сказал, может кто-то возьмет на охоту. Ну, и так далее. То есть, то, что можно сделать руками и то, что можно вот как-то, я бы на это обращал внимание и предлагал бы это и планировал. А однодневные походы, вот утром пошли, а вечером поздно вернулись, хороши еще тем, что, да, не надо там где-то ночевать. Может, не всем там интересно палатки ночевать, там, как мне. А просто можно куда-то поехать на какую-то там туристическую базу или в такое место, как вот я про свое рассказал, и там как-то сходить в походик. То есть, ну, вот я вот вокруг этого строю свое взаимодействие, и яркие эмоции, яркие впечатления у моего сына, они случаются. И случаются они вот в таких местах, и вот так неожиданно, как я рассказал про лед и руку, которой можно попробовать толщину льда. Там где-то толщина льда была, кстати, сантиметра, наверное, 15. Вот, да, да, сантиметров 15 или 20. Вот такая толщина, это было интересно, в общем. Ну, эта тема очень большая, на самом деле, активности, интересные активности папы и сына. Есть настольные игры интересные, опять же, такие, которые вот именно такие больше, наверное, мужские. Например, тот же настольный хоккей, футбол. Да, это мы с сыном, допустим, в бильярд ходим, когда приезжаем в карнавал, а так-то не сильно ходим, а в карнавале вот, ну, там, где отдыхаем, там ходим. Там в американку играем вдвоем. Это тоже очень интересно. Поучить его. У меня какой-то навык есть. Ну, эта тема бесконечная какая-то. В общем, самое главное, наверное, если так, резюме, да, из того, что я сказал, это вот эти вот, я строю на вот этих вот походах. И все, что с ними связано именно вдвоем. Я и сын. Значит, следующий вопрос. Двое детей дома постоянно ссорятся. 9 и 12 лет. Значит, не важно, как бы, даже мальчик или девочка, кто из них. Пол тут, я считаю, не очень важен, потому что... А, еще там была добавка, что мы с мужем уже устали от того, что так происходит. Вот. Что здесь можно сказать? Ну, во-первых, то, что дети дома ссорятся, это абсолютно нормально. Я тоже рос с братом, он был на 7 младше меня лет, мы тоже постоянно ссорились. Я тут бы, наверное, больше бы заходил бы, начинал бы эту решать проблему, если бы у меня такое было, с правила, которое предполагает выяснение отношений, если какой-то вопрос возник, в присутствии одного из родителей. То есть, мы заводим у нас в доме такое правило, которое гласит, если у вас с братом или с сестрой есть недоразумение, то выяснить, что и как, кто прав, кто виноват, разрешается только в присутствии одного из родителей, мамы или папы. Ну, и, конечно, если это брел мама, он потом должен это все рассказать подробно, если это мама, то папе, если папа, то маме. Ну, чтобы два родителя были в курсе, какой стратегии и как они вообще нацелены, да, вот выслушивать своих детей и как они становятся на сторону того или другого. Ну, вот поделиться просто, да, как это было. Это очень важно, потому что сегодня мама этот взрослый третий в споре, завтра папа, и чтобы они, как говорится, в одну дудку дудели. Потому что, а то тогда получится, что какие-то вопросы мы бегаем решать к папе, какие-то мы вопросы бегаем решать к маме или решили с мамой, потом попробуем перерешать с папой, потому что папа более лояльный. Вот, здесь важна согласованность действий. И, конечно же, установить какое-то, ну, такое, да, наказание, которое не будет там, естественно, физическим каким-то, которое будет там лишение какой-то, возможно, привилегии. Если, причем наказание двум этим детям, да, потому что 9 и 12 лет уже могут оба понять, что это чревато так делать, если вы попытались решить вопрос без присутствия взрослого третьего. Вот, и это правило должно работать только так. То есть можно решать вопросы между вами двумя только в присутствии взрослого третьего, мамы или папы. Решили вопрос по-другому, пожалуйста, месяц без смартфона. Например, например. Ну, вот, как-то так, да. Чтобы было понятно, это просто делать нельзя. И вот, когда они приходят, они начинают, он меня, она меня, а почему, а вот так, а надо так. И взрослый начинает, выслушивает одну точку зрения, а потом отдельно вторую точку зрения, и взвешенно принимает решение в пользу одного второго или в пользу никого из них. Вот как-то так. Примерно это должно быть. И это правило, оно, в чем, как бы, фишка этого правила? В том, что совершенно четко понятно, что будет, если, да, если мы не позовем папу и опять будем ссориться, и опять наши родители будут от этого уставать, мы знаем, что мы будем месяц без смартфона. Это для нас не секрет. Это понятно. Это определено. Второе. Когда мы видим, что папа или мама выслушивают отдельно нашу точку зрения, и они нас не прерывают, они готовы нас выслушать, и потом готовы с нами обсуждать, то мы, я имею в виду дети, обучаемся, так сказать, искусству дипломатии, мы затачиваем свой коммуникативный навык, потому что мы понимаем, что в следующий раз, если возникнет подобная ситуация, будет что? Будет либо месяц без смартфона, либо будет опять вот эта конструктивная беседа, в которой ни один из нас думает каждый из детей, да, я бы не хотел там проиграть. Я бы хотел там доказать, что то, что я считаю, это правильно. И, конечно, поначалу, если там родители уже пишут, что они уже устали от этих слов, и, конечно, дети поначалу скажут, да, короче, понятно сейчас, начнется, да, давайте тут придумывайте все это, да, давайте. Сейчас посмотрим, смартфона они лишат. Ага, это вы так говорите. Это типа, мама, ты говоришь, я тебя убью и никогда не убиваешь. Ну, смартфон та же самая история. А возьмете один раз и действительно на месяц просто смартфон закройте куда-то в сейф, подключи все. И ребенок так подумает, елки-палки, да ну это вообще класс. А что такое, а почему? А потому, ну, были же условия рассказаны, это не шутка. Окей. И вот в какой-то момент, конечно, дети начнут понимать, что все, что говорится, это все реально может быть именно так, как говорилось. Тогда они начнут вас слушать, тогда они начнут воспринимать вас всерьез, потому что одна из тоже таких проблем, с которыми родители на консультацию приходят в том числе. Это вот эти вот брошенные, так сказать, слова, которые никогда не подкрепляются действиями. И они могут быть разные. Я тебя убью, я тебя заберу в смартфон, все что угодно, оно действием не подкрепляется никогда. Ребенок четко это понимает и он уже видит, что сейчас просто как бы не надо ничего менять, сейчас я просто немножко притихну, а мама, все что она говорила или папа, все это сейчас пройдет мимо и ничего не будет исполнено. Ни одно из их предупреждений, ни одна из них угроза наказания не будет доведена до действия. Ну, а значит, все будет окей. Поэтому я бы вот с этой стороны бы зашел. Установили правило, что если один из взрослых не присутствует, то следует, например, лишение смартфона на месяц. Если вы хотите обойтись без мамы или без папы, и вам удается разобраться вместе, поговорить, и конфликт ваш будет исчерпан на уровне диалога, на уровне беседы, и вы сами придете к этому решению, и это не будет в форме скандала, и вы почувствуете в какой-то момент, что вы готовы обойтись без папы и без мамы, наказания не будет. Наказание будет, если ваше взаимодействие перерастет в тот скандал, от которого мы с папой так устали, и который не просто нас утомляет, да, ну то есть представьте, вы взрослые люди живете, и к вам сосед и соседка, когда хотят у себя в квартире поругаться, приходят и делают это именно у вас. Потому что дети 9 и 12 лет, это серьезно уже, там уже могут пойти. И уже действительно я понимаю вас, что вы так напрягаетесь, когда это происходит. Вопрос следующий. У моего ребенка страхи, может его нужно отвести к психологу? Это написала мама, и по поводу страхов, и по поводу отводить психологов, сейчас немножко тоже расскажу. Значит, если у ребенка страхи, начнем с этого, то первое, о чем стоит подумать, что с ребенком все хорошо. Потому что очень странно, когда у ребенка страхов нет. Другой вопрос, почему возникает мысль отвести к психологу? Она может возникать, ну давайте возьмем, например, ну два варианта для начала, да. Первое, это, а может страхом быть не должно. Второе, а может они, конечно, и должны быть, но они такие, что я начинаю уже волноваться. Когда же может быть у ребенка такой страх, что вы, как родитель, должны волноваться? И когда же вы можете сами, как родитель, диагностировать, что, возможно, моего ребенка надо отвести к психологу? Этот момент происходит тогда, когда вы видите, что страх вашего ребенка мешает ему нормально жить. Как это может выражаться? Ну, например, мой ребенок боится темноты. Ну и хорошо. Все в какой-то момент жизни боятся темноты, а в какой-то момент нет, а некоторые боятся всю жизнь. Но если мой ребенок боится темноты, и поэтому он не может спать, потому что в комнате выключается свет, то это уже, и причем это не один день, не два дня, иногда, а это прям уже протяженно длится, да. То есть это в какой-то момент началось, да. Может, вы забыли в какой. Пойдете к психологу, он будет вас, естественно, подробно спрашивать. И однозначно в этот момент что-то произошло с ребенком или в вашей семье, и это отразилось как-то на вашем ребенке. Еще какой момент. Например, мой ребенок боится собак. Да, нормально, я, кстати, тоже переживаю. Только летом мне собака чудом просто не схватила за ногу. Очень большая собака, и хозяйка ее поехала по траве держать за поводок. Причем хозяйка ехала вот так уже, под наклоном по траве. То есть она могла бы еще чуть-чуть, в принципе, упасть. И собака бы мне кинулась. Это вот эта порода, очень такая большая, грозная, черная. У нее еще тут бакенбарды висят, такая большая морда. То есть эта собака, по-моему, это, по-моему, та порода, которая еще называет любимая порода Сталина, который из заключенных бежит из тюрьмы, отправляет эту собаку ей вдогонку. Если собака вернулась, заключенный 100% мертв. Если собака не вернулась, возможно, заключенному удалось ее победить. То есть это очень серьезная порода. И вот эта собака огромная, она на меня бросилась. Она бросилась, защищая хозяйку, я просто шел. Я даже не делал резких движений. То есть поэтому, ну, я тоже боюсь собак. Но если ребенок боится собаку настолько, что когда он видит собаку, идет, например, с мамой или с папой, видит вдалеке собаку, и начинает, например, кричать, падать на землю, или убегать, или там, а потом долго после этого плачет, и вы не можете ее успокоить. И это сопровождается, ну, просто каким-то таким сумасшедшими бурными реакциями. И потом он после этого плохо спит. И потом он, например, не ходит в туалет. Вот эти вещи говорят о том, что страх пролез уже туда, куда вы своими убаюкиваниями и улюлюкиваниями, скорее всего, там вы ничего не сделаете. Здесь нужно, чтобы вмешался специалист, клинический психолог, и он поработал с вашим ребенком. Причем это медицинский психолог. То есть, например, я с таким ребенком бы не работал. И это не мой профиль. Мой профиль детско-родительские семейные отношения. Я работаю только со взрослыми. Вот такие вот страхи, которые конкретно мешают жить, которые конкретно меняют состояние ребенка, которые приносят, привносят вот эту цепочку реакций, реакции вот такие вот сильные. Вот эти страхи, с ними стоит обращаться уже к психологу, и с ними стоит работать. И пусть уже он определяет, что и как дальше быть. Вот. А если просто мой ребенок боится, ой, вы знаете, а вот у меня ребенок боится темноты, собак, незнакомых мужчин боится, потом боится еще, например, ездить в машине, почему-то он боится, и, например, он боится воды. Вот у меня сколько. И вот это точно надо вести. Может так подумать какой-то родитель. Опять же, если эти страхи, ну, они присутствуют, но, как я перед этим рассказал, не приводят к таким последствиям и не имеют такого выражения, как я говорил, то это может быть нормальным, и просто вы должны понимать, насколько страх мешает ребенку, и какие он, так скажем, физиологические реакции вызывает у ребенка. Вот это вот важный момент. Если это есть, если вот так, то да. Если этого нет, а просто есть, боится того-того-того-того-того, а потом начинаешь спрашивать, ну, и что, и как это? Не, ну, просто боится, вот. Я просто рассчитала пять. Это, ну, окей. Да, это бывает. Одновременно, по-моему, там, до пяти до семи страхов одновременно может быть у ребенка в возрасте четырех-пяти лет, это нормально, и дальше они могут быть. То есть, вот, если они так не мешают конкретно, то с этим ничего. Особого делать не надо. Итак, следующий вопрос зачитываю. Кто только что подключился, у нас эфир, декабрьская вопрос-ответсессия. Можно что-то писать. Следующий вопрос такой. Как научить ребенка читать? Значит, ну, этим я занимаюсь тоже уже достаточно давно. Учу детей читать. И здесь все очень, как бы, и просто, и легко. Просто в том плане, что можно учить ребенка читать, не пользуясь никакими методиками. Ну, вот вообще. То есть, сесть так и подумать, да, там. Вот надо научить ребенка читать. Ну, что такое читать? Это прочитывать слова. Что такое слова? Это, они состоят из букв. Ну, уже, а буквы, как бы, да, ничего не состоят. Ну, из звуков, да, ну, допустим. Ну, хорошо, давайте буквы выучим. Давайте. А потом давайте, наверное, если мы будут буквы выучили, да, то, наверное, не стоит давать сразу ребенку читать слова длинные, да? Ну, да. Или надо, наверное, с коротких слов начать. Ну, логично. Ну, начнем с коротких. А потом? Ну, а потом будем посложнее, подлиннее слова давать. Ну, да. А потом? А потом предложение, а потом, ну, тоже такие сначала легкие, потом посложнее. Ну, вот. если вот так начнете размышлять то по сути вы вот вот методика то есть да то есть ничего там такого нет другой вопрос что есть разные все равно подходы и есть интересные подходы вот методика зайцева про которую наверное многие в курсе потому что она одна из таких популярных наверно и много постов в интернете есть на эту тему и статей да вот она интересна да она интересна методика ребус ребус метод вот можете набрать в гугле кому надо дополнить ребус метод как научить ребенка читать по ребус методу кстати там бесплатная платформа если в методике зайца надо кубики покупать да то в ребус методе все очень просто там все бесплатно по моему по-моему но я заходил на сайт это месяц назад было бесплатно и вот что получается Получается, что за какую методику бы вы не взялись Вы столкнетесь с одним и тем же фактором Который может повлиять на то, сможете ли вы научить читать или не сможете Первый фактор это делать по чайной ложке Очень по чуть-чуть, но каждый день Если вы это не сможете, то никакая методика особо не поможет И, наверное, это единственный фактор, который очень-очень сильно важен То есть, если вы будете, скажете Ну, вы же рассказали все, я так и думал Касательно того, что берем буквы, потом коротенькие Потом берем слоги, потом берем коротенькие слова Потом берем слова подлиннее, потом тексты посложнее Потом книги, потом книги побольше, потолще Ну, вот так просто, ступенчатая история То вы все равно добьетесь результата Даже без никакой методики Я даже когда-то находил очень интересное название этой методики Называлось это так Методика неграмотной азиатской женщины По-моему, как-то так Ну, имелось в виду, почему Я не хочу, не подумайте Не хочу никого обидеть из-за Азии Ни в коем случае Ну, это можно даже назвать Ну, там так просто было написано То есть, это имеется в виду, что человек вот неграмотный, да Вот он так подумал, как я вам рассказал сейчас, да Что, ну, как научить читать Ну, наверное, буквы сначала Ну, наверное, потом слоги Ну, наверное, потом дальше слова короткие, а потом длинные Вот, наверное, так Вот он так подумал логически Он так начал сделать, так и научил Ну, и потом, конечно, когда ребенку попадались первые тексты И было сложновато То взрослый сидел рядом, пальчиком так проводил с ним И, в общем-то, читал вместе, помогая, помогая Потом понимал, что надо отрываться больше от ребенка Давать ему самостоятельность Уже видел, что оно заходит Что он начинает действовать сам И, ну, все окей, да Вот, так вот, да, таким образом можно научить читать Без проблем Вот, но самое главное, что вот эта чайная ложечка Она делается каждый день На том этапе, пока не пойдет осмысленное чтение Осмысленное чтение, это имеется в виду порядка 30-35 слов в минуту Это уже тот уровень, когда ребенок уже более-менее начинает понимать О чем читает Когда вы зашли уже там, когда приблизились к 40-50 То это уже вполне нормальное себе чтение Которое может потом в дальнейшем, так сказать, само двигаться И как самозатачивающийся механизм Вот, но все равно бывают там нюансы Ну, я сейчас говорю максимально, так сказать, кратко Чтобы дать понять, что методика, не методика Самое главное по чайной ложке, но каждый день Вот Переходим к следующему вопросу Смотрю, что там у меня записано Итак А, следующий вопрос, это не вопрос Это ситуация, которая произошла у меня в одной группе Что интересно, так получилось, что у меня в одной группе сразу Три мамы Фактически, ну, две задали один и тот же вопрос А третья мама относится к этим двум По одному лишь, так сказать, фактору Мягкий характер у мамы И ребенок, соответственно, норовит сесть на голову И, так сказать, начать командовать Что интересно Интересно, что во всех трех случаях Дети в каком-то смысле Вот чуточку похожи Причем непонятно Похожи они по сути Или по тому, скажем так, вот срезу Как я их вот вижу у себя там, да На занятиях в своей педагогической практике Значит Как это выглядит, да Ну, это активные Это три активных ребенка Активных в плане того, что они Ну, такие непоседы Они Границу очень хорошо взрослого Готовы проверять на прочность Прям Двое из них так хорошо готовы Границу проверять на прочность Что они просто могут подойти К твоему столу Начать брать у тебя что-то со стола Пытаться ковыряться в твоем ящике И, собственно говоря, ты же не остановил Ну, а раз ты не остановил Значит, что? Значит, можно Кто определил, что можно? Ну, ребенок сам определил, что можно Ну, он просто хочется, он делает То есть у него как бы нет этого Что это вот учитель, да Там это мы как-то Наверное, нельзя Скорее всего, нельзя Может, мама рассказала Может быть, попадал в такие ситуации То есть вот этого всего нет Ребенок просто начинает Это связано с тем, что как Он может просто так встать из-за стола И там начать просто бегать по классу Например, да Вот Ну, вот такие вот вещи Вот у этих всех трех детей У двух из трех Это вот ярко сильно выражено Вот прям очень сильно выражено И тут вопрос Что делать маме, которая вот четко понимает Что характер мой мягкий Я не та мама, которая будет орать Я не та мама, которая будет, например, там Сильно, скажем так Там рукоприкладством точно заниматься не будет Вот Но получается, что иногда Когда уже вот Вот это все накопилось И оно уже вот Просто уже вот тут все подошло Вот это вот непослушание Вот это все, да То, в принципе, я, конечно, могу Я, конечно, могу разораться серьезно Ну, потому что эффект переполненного ведра, да То есть воду наливаем, наливаем А уже дальше ведра нет Вода что? Через край Ну вот Ну, то же самое здесь Значит, я бы Если вдруг кто-то сейчас Из слушающих это видео Из присутствующих в эфире Или из смотрящих это видео Тоже узнал себе маму с мягким характером С которой ребенок поступает Ну, где-то вот похожим образом То я бы вам посоветовал начать Буквально с одного С одной техники Которая замечательным образом Описана в книжке Джона Грея Дети с небес И эта техника Вот в следующем заключается То есть, когда ребенок Начинает делать что-то свое Наступать вам на границы Вы хотите попросить его что-то сделать Он не делает Вы понимаете, что Ваш мягкий характер Приводит к тому, что Вам трудно с ним договориться Он садится вам на голову Он делает то свое С чем вы очень сильно не согласны Повлиять вы на это не хотите Но в принципе У вас есть понимание Что вот сейчас можно сказать ребенку Подожди Я Ну, это делать нельзя Например Или там Отойди От печки Не зажигай газ Например Нет, вы понимаете Что сказать так надо Но вы может даже В какой-то момент Уже отчаялись И думаете Да смысл мне сейчас это говорить Он все равно не отойдет Он все равно Будет это делать Я сейчас знаю, что будет Вот я знаю Я ему скажу раз Я ему скажу два Потом я буду орать на него И потом буду себя ругать За то, что я орала А он Ну и как бы он уже отойдет Просто из чувства страха Потому что мама Просто вдруг резко стала Немножко неадекватная Как будто бы Ну и вдруг Мне там прилетит То есть Вот Только такой способ Как бы да Доступен Вот эта техника Замечательно подходит Вот например В этой ситуации Да, ребенок подошел к печке К плите Начал ей играться И вам надо его как-то Оттуда убрать Эта техника Выглядит немножко странно Только лишь на первый взгляд Но когда вы начинаете Ей пользоваться Может даже будет такое Что в первый раз Вы будете ей пользоваться И просто даже рассмеетесь А рассмеетесь вы потому Что вам станет смешно Что вы так делаете Как в этой технике сказано А потом станет смешно Что это сработало Техника заключается в следующем Когда мы хотим Ребенка о чем-то попросить И у нас такая запущенная ситуация Мы начинаем его просить Повторя одну и ту же фразу Безэмоционально До тех пор Пока ребенок Не сделает То о чем Вы его попросили Например Подошла Машенька К печке Начала играться Вы говорите Машенька Отойди пожалуйста От печки Это опасно Я не хочу Чтобы ты там игралась Это опасно для тебя Ну Машенька естественно Ну мама Мягким характером Я могу все равно Буду играться этой печкой Столько сколько захочу Я уже это делала много раз И не только с печкой Мне плевать Я продолжаю Машенька Я хочу чтобы ты сейчас Отошла от этой печки Это опасно Отойди пожалуйста Машенька опять думает Ну Понятное дело И вот Не начиная кричать Не Начиная говорить Так Машенька Ну что ж ты Уже да там Вы устали Да например Нет Вот монотонно Безэмоционально Вы повторяете Свою Родительскую Просьбу Которая Звучит Одинаково И может быть такое Что первым раз Когда вы будете это делать Второй Третий Пятый Поначалу Вам предстоит это сказать Действительно Ну очень много раз Например Десять И когда И вот здесь вы можете рассмеяться Что вы Просто как попугай сидите И повторяете Что вообще Непонятное Что за техника Идиотская какая-то Вот А вы говорите Машенька Я хочу чтобы ты отошла Машенька Я хочу чтобы ты отошла Печкой нельзя играться И вот вы говорите Это говорите Говорите И уже думаете Бред какой-то И в какой-то момент Вы понимаете Что Машенька отошла И перестала ей играться И вы дальше Попробовали сделать Еще то же самое А дальше попробовали Сделать еще то же самое С каким-то другим И потом вы понимаете В какой-то момент Что то количество раз Которое вам пришлось повторять Когда вы первый раз Воспользовались Этой техникой Родительских просьб Вот в таком виде Это было смешно и много А в дальнейшем Вы понимаете Что количество раз Уменьшается И ребенок начинает Вас быстрее слушаться Что здесь самое ценное То что ребенок Стал более послушным И с ним стало легче договориться Не методом насилия Не методом устрашения Не методом запугивания Какого-то А методом того Что ему просто доходит Информация Которую вы хотите дать При этом вы не раздражены При этом вы проявляете Определенную твердость В том что вы стоите на своем И повторяете это не единожды И готовы это повторять И дальше До того момента Пока не добьетесь своего Ребенок начинает понимать Что если меня о чем-то попросили Эта просьба Не будет Единоразовой Если я не сделаю Все-таки мама своего добьется Отношения с ребенком Не ухудшились Потому что вы не Поддались эмоциями Просто у вас правило Такое вам деваться некуда Вы безэмоционально Поговорите одно и то же До того момента Пока ребенок не сделал Все Но говорите это твердым голосом Конечно Тут как бы да Опять золотая середина То есть не мягким Машенька Отойди пожалуйста Печка опасна для детей Отойди пожалуйста Не вот таким Ну и не таким Что Машенька отошла Я сказала Так делают другие мамы Которые мягким характером Никогда не отличались А вот средняя интонация Но твердая Вот она приводит к такому Поэтому Я бы вам советовал Пользоваться этим Если вдруг вы сейчас Кто смотрит это видео Увидели в себе Вот такую мягкую маму Которая не всегда Может достучаться До своего ребенка А хотелось бы Причем безопасно Причем эффективно Вот это для вас Как раз техника Родительская просьба Монотонно повторяем Безэмоционально Но твердо До того момента Пока ребенок Не сделает то что нужно Ну и конечно Это не должно быть Что то длинное Такое Да там например Машенька Отойди пожалуйста От печки Потому что там Есть газ Который может На тебя как то так Плохо повлиять Вызвать отравление И потом тебе будет плохо Или ты зажжешь искру И там пойдет огонь И тра-та-та-та-та И тра-та-та-та-та А потом надо повторить Это второй раз И это опять на полчаса Текст Нет Вы формулируете Конечно же кратко Конечно же там Нужно Чтобы было понятно Каков там главный посыл Это не лекция Про изнесенное Десять раз Это грубо говоря Команда Да Отойди пожалуйста От печки Пожалуйста От печки Отойди Я тебя еще раз прошу Отойди от печки Я хочу чтобы ты Отошла от печки Сейчас же Отойди от печки Вот таким образом И поначалу Повторюсь Это может быть Немножко смешно И странно Потом привыкнете А потом поймете Что количество раз Сократилось Идем к следующим вопросам Следующий вопрос У нас такой Не вредно ли Раннее развитие Для ребенка Вот знаете Честно вам скажу Спасибо огромное За этот вопрос Потому что С этим вопросом Я живу Фактически В своей Педагогической практике В психологической практике Такого вопроса нет А в педагогической есть Дело в том Что мне Правда Очень интересны Любые Статьи В интернете Вот материалы Какие-то такие Особенно если сайт Авторитетный Какой-то Которые написаны Не просто копирайтером А статьи За которыми Стоит фамилия Какого-то Психолога Педагога Статьи на тему Что раннее развитие Вредно Я эти статьи Я эти статьи Просто очень люблю Почему Потому что В таких статьях Говорится Фактически Как не должно Выглядеть Раннее развитие Как раннее развитие В каком виде Оно действительно Вредно Вот что в этих статьях Ценного для меня То есть Это как бы Такие флажки За которые Забегать не стоит Вот в статье А в статьях Об этом Там приводятся Примеры Про какие-то Детские центры развития В которых Детей мучают Садят за парты С утра до вечера Натаскивают И потом После таких детских центров Им в восьмой класс Просто надо идти Потому что там Работают школьные учителя В этих центрах Возможно И там прямо Закаливают Детей лишают детства Говорят эти статьи И так далее Там просто трэш такой Что ух Это подкрепляется Терминология Там соответствующая Есть Примеры Там Жучайшие Вот Родитель читает Такую статью Если наткнется На такую Он может подумать Ну это же какой-то кошмар Действительно А зачем Это нужно А для чего Это Ну вы знаете Могу вам сказать Что Я бы сравнил Работу детского центра Сразу предупреждаю Сравнение Грубое На слове Меня ловить Не надо Грубое Грубое Предупредил Вот Почему Например Современный Мужчина Должен ходить В спортзал Или заниматься спортом Вот Примерно За этим Ребенок Ходит И в детский Центр развития Потому что Сейчас Если Ну вот у меня Те знакомые Которые Мои Там Друзья Там Знакомые Которые Работают Ни у кого Нет Работы Которая Бы давала Минимальную Физическую Нагрузку То есть Человек Мужчина Взрослый В возрасте Там 35-40 лет Просто Просыпается Утром Идет на работу Там у него Фактически Сидячая Работа Вот Он сидит Любя за ноутбуком Либо там Что-то такое Перемещается Он На машине Если То Вообще Тогда еще меньше Нагрузки Ну потому что Сидя Тот кто не на машине Там еще хоть как-то К метро пошел Когда-то там Прошелся пешком Не проехался Там или с работы Вернулся пешком Домой Вроде как Что-то еще там Ну дополнительно Получил Да Вот И если Взрослый мужчина Не занимается Ну минимально Я считаю Это утренняя зарядка Хотя бы Да Там И какие-то силовые Там периодические Упражнения Если этого не делать То с организмом Начинается твориться Черти что Потому что вообще Ну ничего не поступает Никакой нагрузки Просто там Самое максимальное Что может быть Это Поход за продуктами А в некоторых семьях Еще и за продуктами Женщина ходит С сумками Потому что она знает Как выбрать масло Колбасу И Именно она должна решить Какого качества Это будет на столе Вот И мужчина даже И этого лишен Даже за продуктами не сходит Поэтому нужна Дополнительная Физическая нагрузка В виде чего Либо какое-то Спортивное увлечение Либо тренажерка Ну в каком-то виде Там не обязательно Прям пахать Протеин там пить Ну хоть как-то там Тягать железки Стабильно более-менее Давай организму Поработать надо То же самое Примерно И с ранними Центрами развития Но это если я Повторюсь Очень грубо Там все немножко Конечно интереснее Потому что Не надо забывать Есть очень классная Книжка С хорошими Отличными Аргументами И доказательствами Масару и Бука Автор японец После трех Уже поздно Да То есть есть Очень много Опять же таки Книг От других Педагогов Которые делятся Там Ну Масару и Бука Это то что я вам указал Я так знаете В первую очередь Всегда говорю про Интересную Тоненькую книжку Да Чтобы не углубляться Там сильно Вот Если кому интересно Ребенок возрастом Один-два года Прочитайте Будет вам очень полезно Так вот Получается Как раньше Жил ребенок Он рождался В семье И сразу Начинал Копошиться Во всем Только не в гаджетах Конечно же Потому что Их не было А потом Он становился Помощником Либо маме Либо папе И много чего Приходилось делать В том числе И по дому Вот Ну соответственно В данный момент Сейчас Не все могут Обеспечить Достаточное Развитие Нейронных связей Ребенка У которого При рождении Как вы все знаете Наверное Да Что при рождении У ребенка Очень много Нейронов Потом становится Меньше Потому что Не все Нейронные Нейроны Устанавливают Связи между собой И Задача Вот Раннего развития В том Чтобы Обеспечить Как можно Больше Разнообразных Нейронных связей Именно поэтому У нас В моем детском центре Вот Класс Где занимаются Дети От года До Трех Там стоит Я не знаю Сколько Наверное Восемь Наверное Шкафов С пособиями Разными И на моторику На мелкую И на крупную Моторику И Такие пособия Которые Ну руками Можно вот так вот Брать И там Чего-то делать С ними Чтобы это было Правильное Развитие На логику И на Скорость И на Физкультурные Занятия Физкультминутки Пособия То есть Вот это все Занимает Кучу места Такое ощущение Что там Еще восемь шкафов Поставь И мало будет Вот Очень большой парк Пособий Они пополняются Каждый год Каждый год Что-то находят Педагоги наши Новенькое И мы докупаем И понимаем Что там Просто предела нет Что-то меняется Новое на старое Ну то есть Это очень Очень интересно И очень важно И вот получается Задача Родителя Который сомневается И думает Что раннее развитие Вредно Может быть Ребенку Задача его Протестировать Это раннее развитие Протестировать То место Где он собирается Ребенка развивать У нас поэтому Есть Допустим Два вида Знакомства С нашим центром Первый вид знакомства Это конечно же Прийти на пробный урок То что очевидно И второй вид знакомства Это Родителя Мы приглашаем Без ребенка Выбираем Такое время Предлагаем Чтобы родитель Мог прийти к нам В детский центр Развития И зайти сразу На В несколько классов И в этих Несколько классов Посмотреть Как идут занятия У разного Возраста Детей Хотя Его ребенок Например Ребенок Двух лет Ему не важно Как например Идут занятия У ребенка Год и два Месяца Ему не сильно важно Как сидит 12-летняя девочка Рисует с педагогом Вроде бы как Ему не очень важно Как у меня Занятия проходят По подготовке В школе Вроде бы как Не очень важно Но проникнуться Прочувствовать Атмосферу Что в этом центре Делается с детьми Что вкладывают Эти люди В понятие раннее развитие Это очень важно И вот так На такую экскурсию Мы приглашаем Приходит один из родителей Или родители Может даже Иногда вместе Захотят прийти Посмотрели Познакомились С пространством С педагогами И тогда У них есть Какое-то понимание Что происходит здесь Куда я веду Как выглядят эти люди Которые будут заниматься Развитием И я предлагаю Всем начинать Вот с этого Потому что Далеко не все Педагоги Реализуют Раннее развитие Так Как пишется В материалах О том Что раннее развитие Вредно Я допустим Всегда читая Понимал Что то что пишется Такое ощущение Что придумано Именно копирайтерами Для знаете Как для перцу Чтобы в статье Была вот эта вот Доля Которая может Там зацепить Идет там Спокойный текст Вот вы знаете Вот есть исследование Что там То-то-то Вот-вот Потому что Есть случаи Что в каком-то Раннем центре развития Там И какой-то идет Я даже не могу Сказать вам что Ну какой-то такой трэш После которого Читаешь У тебя волосы дыбом Ты так Ого Ну конечно Это бред И начинает такое Возникает чувство Что это вот так везде Ну как бы так Вот все делают Нет Я всегда все Что я читал Я понимал Что ко мне Это не имеет отношения Никакого Вот Я просто понимал Когда читал Такие материалы Какие могут быть Сомнения И почему Это может так Казаться И выглядеть Для родителей После такого Вот описания Поэтому раннее развитие Может быть Действительно Вашему ребенку Вредно Может быть Полезно Это зависит от того Кто Это раннее развитие Реализует Какие люди Какой детский центр И Как-то Вот Отсюда Либо вред Либо польза Итак У нас Время уже 9 часов И У меня там есть Еще остался Один вопрос Но у меня по регламенту Один час Перенесу его На потом В следующую В январскую Вопрос-ответсессию Спасибо всем Кто сегодня Был онлайн Все кто Махал тут Ставил лайки Проявлял Какую-то активность И Спасибо вам За Конечно же Ваши вопросы Потому что Они Помогают Мне для вас Раскрыть То актуальное Что у вас Есть Касательно Ваших Детско-родительских И семейных Отношений И Я Стараюсь Дать Развернутые Ответы Чтобы они Вам Действительно Помогали И чтобы Вы что-то Больше Про это Понимали Ну конечно Вопрос-ответсессия Это Мероприятие Которое Помогает Но Для того Чтобы решить Конкретно Вашу ситуацию Конкретно Ваш случай Разобрать Конечно Для этого Больше подходит Индивидуальная Консультация Поэтому У меня На сайте Есть Форма Для Консультации Туда Можно Писать Можно Под Если вы Смотрите Это видео В инстаграм То В шапке Профиля Есть Ссылка На сайт Если Вы смотрите Это видео В ютюбе То В описании Есть Ссылка На форму Консультации Поэтому Милости Прошу Пишите Договариваться Будем О времени И Конечно Жду Ваших Вопросов Для Следующей Январской Вопрос-ответсессии Интересно Что Интересно Вам Пишите Пишите В директ В инстаграме Пишите В комментариях В ютюбе В любом месте Где вы увидели Это видео Вы можете Оставить Свой Комментарий И я С удовольствием Ваш вопрос Запишу И отвечу На него Всех Поздравляю Еще раз С рождеством Сегодня 25 января Католическое рождество И с наступающим Новым годом Поздравляю И Желаю вам Всем Счастья Добра Понимания В ваших Семьях И с вашими Детьми И Если что Знайте Что мне Всегда можно Написать Всегда можно У меня Проконсультироваться Всем Пока И спасибо За этот эфир До свидания Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры